Книги читать очень полезно, однако не все приносят тебе пользу. Есть книги, после прочтения которых ты получишь не пользу, а вред. Потому что они поведут тебя никуда. И ты потеряешь свою жизнь. Не приобретешь, а потеряешь. Можешь пострадать от определенной жизни. Испытать разочарование. Потерять книги. И вообще, сломать себе жизнь. После прочтения книг, твоя жизнь может пойти наперекосян. Другие книги не полезно читать, потому что от них никакого толка. Прочитал и тут же забыл. Без них ничего не получишь. Болтовняк. Пустословие. Надутое самолюбованием. Непроверенное на практике. Совершенно несоответствующим реалиям жизни. Информационный блок. Таких книг тоже немало. И те, и другие книги, вредные и бесполезные, Их огромное мужество в разных сферах жизни. В разных сферах жизни. В какой-нибудь инженерном деле. Художественной лидературе я вообще не говорю. В различных профессиональных сферах. В сетевом маркетинге тоже самое. Не исключение. В процентах 70-80 книг. Безполезные или вредные. Чаще вредные. Все это довольно-таки неприятные. И отрицательно влияет на нашу индустрию. В нашем деле сетевом. Важна исключительная практика. Больше ничего. Только практика. Только проверенные жизнью. Приемы, методы. Практические рекомендации. Которые действительно работают. Которые могут быть применимы большим количеством людей. Все остальное. Слух. Теории никого не должны интересовать. Красивости тем более. И так только практика. Я сделал деньги. Вот такие. Работал я вот так. Возможно, это кому-то пригодится. Точка. Больше ничего. Желаю вам удачи. Читайте правильные, хорошие книги. Как определить хорошую книгу и отличить ее от пустой? В хорошей книге всегда много историй. Историй о том, как человек начал. Ему было трудно. Он был никем. И он добился успеха. Как ему помогли. Как он поднялся. И что он для этого делал. Вот это хорошая книга. А где теория и болтовня. Как правило, там ничего нет. Я желаю вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.